Девочки, я зашла в наш отдел здесь, в солнечном ткани. Я вообще за флисом зашла. Посмотрите, что я увидела. Трикотаж на меху. Это то, что мне нужно. Я вам сейчас что-то расскажу. Чуть похоже. Почему я покупаю этот трикотаж. А вот это остаток. Метр с чем-то остался. Меня уговорили... Метр десять. Меня уговорили его забрать. Так, сколько тут на юбочку сказали мне хватит. Ну, его не надо. Давай. Давай. Ну вот. Все, его уже нет. Он уже мой. И вот такой еще есть на меху. Кому, если надо, зебру. Ну вот этот красавчик. Девчонки. У меня будет вот такой платок. Тепленький. Там мех внутри. Сейчас я вам покажу, какой мех. Вот такой. Тут даже флис не надо. Так тянется хорошо. Мне кажется, он говорит, уютно. Ну, а флис здесь. Смотрите. Это самый дешевый флис, какой я видела в городе. Вот. Триста рублей за метр. И расцвет белый, голубая, сиреневая, шелтая, оранжевая, красная, зеленая и синяя. А, вот еще. А, нет, это ткань. Смотрите, какая ткань. На ветровку. Лицевая сторона такая. И снаночный флис. Крут, да? Ничего придумывать не надо. Сколько здесь тканей. Просто потеряться. Мне еще, знаете, что понравилось? Вот эта кулирка. Это я сейчас к Ирине портняхи обращаюсь. Вот эта мне кулирка очень понравилась. Она хлопковая. И 5% спандекс. Чуть-чуть тянется. Вот бы такую туничку. Потому что все, что у меня есть, там 20% полиэстера. И как бы хочется хлопка побольше. Цвет-то нравится. Прям можно осенний образ создать. А вот смотрите, какая кулирка. Кулирная гладь. Просто офигенная. 92% хлопок и 8% лайтра. Расцветка нежная какая. Все пошла рассчитываться. Потом вам все покажу. Костюмная, смотрите. А еще здесь на входе мне понравилась. Вот эта вот ткань. Вот эти две тканюшки висят. Смотрите, классные. А вот эта ткань и вот эта ткань, они могли бы быть компонентными. А какая здесь пальповая. И цена. Она такая гладенькая вся. Вот смотрите, пальтишко. Такой его серо-голубой. Прям шикарная. Приятная ночь. Ну и вот такие кучеряшки на пальто. 1050. Цены нормальные. Стежки много. Девочки, это вот магазин мегаткани у нас в Солнечном. Просто обалденный. Он маленький. В одном вот портьеры продают. Хлопок вот такой вот все в одном отделе. Там как бы два отделчика таких. А в другом костюмные. Флиз, подкладочные. Ой, чего там только нет. Я сейчас зашла и просто вот обалдела. Я просто боюсь уже Ирину. Она на меня уже как на сумасшедшую смотрит. Но я бы там взяла еще вот эту кулирку. Ну, на тунику или на блог. Ну, такую, чтобы с брючками, с юбкой носить можно было. Средней длины. Потому что она хлопковая. И цвет такой, горчичка приятный. И она сама вот такая, знаете, недешево смотрится. Хотя цена, что-то не помню, 350 или 400 рублей. 350, по-моему, рублей за метр. Вот бы я ее взяла. Ну, сначала спрошу разрешения у Ирины. Я у нее все время заняла. У нее там клиентов море. А тут все я да я. А я же прекрасно понимаю, как от одного человека, от одного клиента, когда только ему что-то делаешь, нужно отдыхать. Я это прекрасно понимаю. Даже если ты с ним не видишься. Так. Это что такое? Даже если ты с ним не видишься, тебе все равно нужно от него отдыхать. От его энергетики. Это же он тебе прислал, например, бусы. Или принес ткань свою со своими задумками. Поэтому, понимая все это, я думаю, что я ей надоела. Поэтому сейчас вот она мне платочки дошьет. И я ей дам отдохнуть от себя. Хотя так бы не хотелось. Я бы сейчас в этом магазине много чего купила. Да, девочки, что я хотела вам сказать. Во-первых, я вам показать себя хочу. Сегодня я в платочке. Потому что я надела пальто свое новенькое. Ну, оно как новенькое. Год ему точно, наверное, есть. Хотя, может, не год, полгода. А платка у меня, ни шапки к нему нет. Поэтому просто платок вот такой завязала. Вот. И сейчас я купила леопардовую ткань, чтобы Ирина мне сшила платочек, капор, да, к этому пальто. Вообще, я пошла на Вайлберрис. Я же выписала палантин, чтобы из палантина сшить себе платок. Но он таким оказался классным. Просто офигенным леопардовый. У меня рука не поднимается его порезать. Вот он просто классный. Меня даже удивило, когда я его выписала. Он 800 с чем-то рублей стоит этот палантин. Потом покажу домой, приеду. И я думаю, ну, за 800 рублей, наверное, не жалко будет порезать. Хотя 800 рублей для палантина, ну, немаленькая цена. Но когда я его увидела, когда я его потрогала, думаю, нет. Резать я его не буду. И зашла сейчас в магазин. А там похожий принт. Только еще и на меху. Представляете, как круто? Флейс у меня есть. Вот этот вот трикотаж на меху. Это будет такая теплая шапочка. Ну, не шапочка, а платок такой. Капор. Капюшон. В общем, я так рада. То есть, вселенная услышала меня. И разрешила мне не резать этот палантин. Все, я уже на правом берегу. Но я ехала на другом автобусе, поэтому мне придется три остановки пешком пройти. Но это даже хорошо. Я вам хочу показать. Снег лежит везде. И уже не тает. Прохладненько сегодня. Я в этом садике работала раньше. И у меня напарница была Наталья. Она до сих пор работает. Наташечка, привет! Она смотрит меня, я знаю. Давно здесь не была. Такой дворик. Дом старый. Но дворик чистенький, уютный. И тихий. Зато с той стороны уже оживленная улица. Шумная дорога. Вот у кого окна сюда выходят, тому повезло. Во дворкам. У кого выходят окна. А вот здесь-то шумно. Вот листы сколько нападало. Красноярский рабочий. Самая длинная улица в Красноярске. Проспект. А я сегодня утром позавтракала бутербродами с икрой. Хотела кашу сварить. Посмотрела молоко с кисла. Поэтому ела бутерброды с маслом с икрой. И хочу пить. Не взяла с собой воды. Ральф Шум. Ликвидация дектора. Поэтому сейчас вот в Красный Яр зайду и куплю бутылочку воды. Ой, что тут? Это что, сладкоежки уже в очереди стоят? Это что это за здание? Сладкое желание. У нас в Северном... Ой, у нас в Солнечном тоже такое есть. Сладкое желание. Мне там нравится банановый тортик. Он такой всегда маленький. И в нем много бананов. Не то, чтобы я люблю бананы. Просто вот этот тортик сделан как-то так, что он мне нравится. Нежный такой. С таким удовольствием попила. Вода минеральная, но не газированная. Я газированную стараюсь не брать. Королева. Одежда больших размеров. Кстати, там где-то возле Ирины есть магазин Персоны. Я туда заходила. Там одежда огромных размеров. Из Турции и не только. Ну вот я там пальчишко примеряла. Такой баллоневый, горчичного цвета. У меня куртка этой же марки. И потом зашла на Вайлдберрис, посмотрела. Оно там намного дешевле стоит. Но мне не надо пальцу. Просто так примерила. Ой, как хорошо сегодня. Знаете, не жарко, не холодно. Вот я прям по погоде нарядилась. Ботиночки, погодочки такие уже тёпленькие надела. Так, то платочек на мне. Но всё-таки капюшон из платка удобнее. Я прямо сейчас чувствую, что одна щека сбивается платка. Мне приходится поправлять. Хотя есть способ. Я знаю его, как надеть платок, чтобы он сидел, как капюшон не сбивался. Но всё равно потом, со временем, немножечко... Всё равно капюшон комфортнее. Правда вам говорю. Поэтому у меня будет много капюшонов. Леопардовых тоже. Вот этот скверик мне очень нравится. Сейчас я его покажу. Шумно тут, правда. Он возле дороги, прямо на перекрёстке. Но здесь всегда так аккуратненько. О, девчонки, сколько я увидела красивых тканей. Мне столько не надо, конечно. Просто их такое сейчас разнообразие, что в азарт входишь, надо себя сдерживать. Видите, какую часовню сделали. Рано приехала. Я сказала Ирине, что к часу приеду. Ну, я уже практически пришла. Ещё одну остановочку, и я у неё. Можно посидеть даже немножко. Вот здесь, на солнышке. Классно. У нас по всему городу стоят мусорки. И не всегда, правда, в них бросают окурки. Вот будут сидеть рядом с мусоркой, но бросят не туда. Так, я вам сейчас... Так, против солнца села неправильно. Сейчас я вам что-то покажу. Смотрите. Вот. Пришла. Нет, не с этого начну. Не спришла начну. Смотрите. На Вайлберис сегодня получила вот этот палантин. Я его выписала. Он стоил 860 рублей. Вот. Из него я хотела сделать платочек себе. Капюшончик. Уж очень мне понравилась расцветка. Такая, знаете, бежево-черно-коричневая. Такой приятный принт. Вот бывает принт пошлый. А этот прям вот приятный, такой благородный. Ну, когда я его взяла в руки, думаю, я что, сумасшедшая? Такой красивый палантин я изрежу. Нет ведь? Его можно и так носить. Если платочек, который я изрезала на капюшон, был, ну, просто лежал. Просто лежал, и я его не носила. Тут палантин-то запросто можно носить. Ну, в общем, я его взяла, иду и думаю, что же делать. А хочется очень, очень хочется мне такой платок на голове носить, такой капюшон. А рядом с Валберрис магазин мегаткани. Захожу, что я вижу? Лежит вот такая ткань. Это трикотаж на меху. Смотрите, тут как флиз такой. Он выглядит как мех, но тоненький, как флиз. Я говорю, мне надо 35 сантиметров. Вот этот мне отрезали без проблем, потому что его много еще. А вот этот остаток, она говорит, забирайте весь, здесь метр десять. Я говорю, да куда мне столько-то? Ну, сошьете юбку. Я говорю, вы представляете меня в леопардовой юбке? Ну, и кофту еще я понимаю, в какую-то блузу. Но леопардовую юбочку, это, конечно, не для меня. Но на блузу тут не выйдет. Тут метр десять всего. Если сделать платок, отрезать там на платок, то остается вообще, ну, на жилетку, если. А зачем мне такая жилетка? Ну, девчонки, он вот так вот визуально выглядит, как мех. Прям вот как мех выглядит, хотя это гладкий трикотаж. Ну, вот так вот визуально прям мех. Мне кажется, и на голове будет как меховой смотреться. В общем, говорю, давайте вот этот отрезайте. Вот. Пока они мне его отрезали, вторая меня уговаривает. Да возьмите, ну, еще рукавички сделайте, перчатки сошьете. В общем, уговаривает меня. Я говорю, вы меня не уговаривайте, потому что это очень легко. Уговаривать меня не надо. Мне пару раз сказал, я все поняла, и мне уже хочется это взять. Тем более ткань понравилась. Она тоже такая прям благородная, как настоящий мех выглядит. Ну, говорю, давайте с Ириной сейчас посоветуюсь. Как нашью много-много капюшонов, девчонки, как начну их продавать. Ну, они классные будут. Представляете, надену, например, черную свою курточку. Вот этот капюшон, рыжие ботинки, рыжая сумочка, рыжие перчаточки. Ну, или черные перчаточки. И будет, ну, на голове классно смотрится вот этот платок. Не жалею, что взяла и вовремя, прям зашла и палантин резать не надо. Кроме того, у меня же нет таких. Вот все у меня есть, и таких палантинов у меня нет. Ну, все, собираемся. Показала вам, идем к Ирине. Все, девочки, вышла я от Ирины. Забрала юбочку и худи. А примерю это в следующем видео. Пока-пока.